Уважаемые коллеги, рад вас приветствовать на очередном заседании правительственной комиссии по делам с отечественников за рубежом. В этот раз мы встречаемся в Доме русского зарубежья имени Александра Саича Солженицына. Знаем, что в этом году на базе дома планируется открытие первого в России музея русского зарубежья. Мы только что с Александром посмотрели, как идет строительство дополнительного корпуса этого музея и рассчитываем, что в самом ближайшем будущем мы сможем присутствовать на его открытии. Собранная в Доме русского зарубежья коллекция постоянно пополняется, и только что мне передана книга, альбом, который посвящен очередным передачам, которые были получены из Франции, как я понимаю. И в целом собранная здесь коллекция музейных предметов, архивных документов, книг, говорит о том, что соотечественники, волей судеб, оказавшиеся на чужбине, всегда старались сделать максимум возможного для сохранения национальной самобытности и связей с Россией. Мы особенно видим этот настрой в тех акциях, которые в этом году и в прошлые годы проводились нашими соотечественниками за рубежом, имея в виду и Бессмертный полк, и Георгиевскую ленточку. Это особенно актуально в памятные даты нашей истории, нашей борьбы за независимость и День Победы, и вчерашний День памяти и скорби. И мы полностью солидарны с нашими соотечественниками за рубежом, будем всячески отстаивать их права, особенно в ситуациях, когда простое ношение Георгиевской ленточки 22 июня в некоторых странах объявлено уголовным преступлением. Я имею в виду то, что произошло вчера на Украине. Всемирная поддержка соотечественников, отстаивание их законных прав и интересов, содействие, укрепление связей с исторической Родиной в числе наших безусловных приоритетов. Это зафиксировано, как вы знаете, в концепции внешней политики Российской Федерации, которую президент Путин утвердил в ноябре прошлого года. Мы продвигаем эту линию на различных многосторонних площадках, прежде всего в ООН, ОБСЕ, в Совете Европы. В рамках этих организаций приняты многочисленные международно-правовые документы, направленные на защиту и поддержку национальных и языковых меньшинств. Это в полной мере относится и к правам наших соотечественников, и мы настойчиво добиваемся, чтобы зарубежные партнеры соблюдали взятые на себя международно-правовые обязательства, с уважением относились к российским общинам, которые проживают в соответствующих странах. Наша деятельность по защите соотечников особенно востребована в нынешней непростой ситуации в мире в условиях попыток наказать Россию за самостоятельный, независимый, отвечающий национальным интересам внешнеполитический курс. Антироссийская кампания, включающая в том числе односторонние санкции, информационную войну, дополняется в ряде западных государств давлением на соотечественников, особенно на их лидеров и активистов. Мы будем и впредь должным образом реагировать на подобные попытки добиваться уважения прав наших соотечественников, которые живут в зарубежных странах. Я хотел бы с удовлетворением отметить, что российские министерства и ведомства, неправительственные организации настойчиво способствуют продвижению позиций русского языка, включая получение образования на русском языке за рубежом, включая содействие его преподаванию в местных вузах и школах. 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, в русскоязычных общинах с успехом прошел День русского языка в очередной раз. Данная тематика регулярно включается в повестку дня наших заседаний. В мае она рассматривалась экспертами Всемирного координационного совета российских соотечественников и руководством Министерства по делам образования и науки. Мы продолжим совершенствовать нашу координацию на этом направлении. В фокусе нашего постоянного внимания и более активное вовлечение молодежи. Эти вопросы обсуждались в ходе встречи в мае этого года представителей Всемирного координационного совета российских соотечественников и председателей ряда региональных координационных советов с участием руководства Росмолодежи. Доброй традицией стало проведение молодежных форумов и конференций. В этом году для молодых соотечественников в третий раз будет организована международная конференция в Софии под девизом «История России вчера, сегодня, завтра». В Эстонии с успехом прошел молодежный форум стран Балтии. Уже не первый год проходят и спортивные игры соотечественников. Наши загранучреждения провели большую работу по подбору волонтеров АТАШ для оказания содействия в организации проведения 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который состоится в Сочи в октябре этого года. Ну, конечно, и на повестке дня возобновление в Москве семинаров для представителей молодого поколения в интересах дальнейшего продвижения интересов российского зарубежья. Значительное место в деятельности нашей комиссии занимает информационная работа, прежде всего в интересах продвижения объективного образа России среди наших диаспор, в интересах широкой общественности государств проживания. В этих целях используются разнообразные формы метода деятельности, включая поддержку русскоязычных журналов и газет, интернет-порталов, но и, безусловно, активная работа журналистов, соотечественников способствует сплочению русскоязычных общин, их солидарности с исторической родиной в отстаивании интересов нашего народа. Уважаемые коллеги, повестка дня сегодняшнего заседания весьма насыщена. Запланированы выступления руководителей Министерства образования и науки Федерального агентства по делам молодежи Республики и Татарстан. Мы должны проанализировать итоги проведенного загранучреждениями России мониторинга положения дел с соотечественниками. Это от нас требуется в соответствии с законом о государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом. Обсудим мы проект соответствующей программы на 18-20-е годы. Ну и посмотрим, как идет подготовка к намеченной на 31 октября 1 ноября Всемирной тематической конференции «Столетие русской революции. Единение ради будущего». Я завершаю вступительное слово. Хотел бы поблагодарить наших коллег и средств массовой информации и перейти уже к повестке дня. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok